Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать три новых палетки, три новиночки от Huda Beauty. У нее вышло три палетки в трех разных гаммах, Scent, Purple и Hockey, или песочная палетка, фиолетовая палетка и палетка в цвете Hockey. Я сделала три лука, используя каждую из этих палеток, и я в нетерпении показать вам, как это все получилось в этом видео. Первая палетка, с которой вышла Huda Beauty, называется Scent, и она в очень таких теплых постельных оттенках, красивая, повседневная, и мне кажется, она очень полюбится тем, кто любит очень такой естественный макияж, без танцев, с бубном, просто обычная растушевка и очень красивый спарк. Сейчас вы видите, как это все смотрится на руке моей, по свочам палетка действительно красиво смотрится, и что меня очень обрадовало, оттенки свочатся на руке очень красиво, не пыльно, то есть идеально в стиле Huda, я бы сказала. Эти тени, кстати говоря, сделаны в Китае, и это не первая коллекция от Huda, которая производится в Китае. Очень многие люди сказали, что ее прошлые коллекции были не очень по качеству, но, в общем, надеемся, что эти палетки будут хорошими по качеству сегодня для нашего видео. Такой небольшой спойлер, я сделала три макияжа, и только одна из палеток мне не понравилась, прям, ну, вообще никак. Вторая палетка называется Purple, или она фиолетовая, в ней, как вы уже поняли, фиолетовая гамма, и она мне понравилась. Если честно, это классная палетка, она и повседневная, она и немножко такая, знаете, смелая для очень смелых мадам. Здесь можно увидеть очень хорошее сочетание как фиолетовых оттенков, так и очень красивых повседневных нюдов. Сейчас вы видите, опять же, свочи на руке, очень красивые свочи, особенно мне понравились очень здесь металлики, они прям очень такого хорошего качества. Третья палетка Хаки, цвета Хаки больше, наверное, они все-таки зелено-коричневые, и именно об этой палетке я слышала очень много разных интересных отзывов. Многие люди сказали, что эта просто палетка настолько классная, они как увидели, что она вышла на Trend Moody, сразу бежали в Sephora покупать ее. В общем, она выглядит по-разному, в зависимости от картинки, от цвета. Здесь она может выглядеть немножко более коричневой. Здесь два основных оттенка, почему называется она Хаки, самый центровый оттенок Хаки, и справа от него еще более такой же темный оттенок, гораздо более активный оттенок. Из нее можно сделать невероятно классные холодные луки, и да, здесь не все металлики, спарклы прям очень хорошего качества, некоторые из них очень плохо свочатся. И в общем, да, каждая палетка стоит по 29 долларов, я взяла три. Интересная история, когда я пришла в Sephora, я была настроена только купить одну палетку, потому что я смотрела некоторые обзоры, и люди говорят, что «Ой, эта палетка слишком светлая, которая Ascent, ой, а это какая-то в ней не очень хороший пигмент, особенно фиолетовый цвет здесь не очень хороший». Но я когда увидела их все, я поняла, что я не смогу вытерпеть и не купить их все, просто потому что хочется увидеть все-таки всю коллекцию, показать вам, как это все выглядит. Приглашаю вас в мой туториал, и приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Поехали! Первая палетка, с которой мы сегодня начнем, будет, конечно же, палетка, которая называется Ascent. Вообще, смотря на эту палетку, я могу точно сказать, что я вижу в ней очень такой повседневный макияж, очень легкий, мягкий, романтичный. Такие оттенки, которые не слишком розовые, не слишком коричневые, что-то вот именно между. Я думаю, что с ней можно создать очень даже хороший образ, к чему мы сейчас и приступим. Я хочу начать с самого серединного оттенка, персикового, он очень даже красиво смотрится в рефиле. Несем его, делая обрамление нашего глаза. Кстати, у меня уже есть на глазах праймер, естественно, от Urban Decay. Почти еле заметен цвет, на самом деле, его очень сложно заметить. Дальше мы хотим взять более темный оттенок, вот этот вот. К сожалению, тут нет оттенков названий в палетке на задней стороне, как это обычно бывает, поэтому сегодня так будем. И этот оттенок, он у нас будет таким затемнением, как я уже сказала. Ну, красиво смотрится оттенок, надо сказать. Я не могу сказать, что мне он не нравится, или что мне не нравится, как он вообще ложится. Очень даже все красиво. И, да. Тут, ребят, недавно поняла, что я просто с ума схожу по тому, чтобы найти свои идеальные кисточки для макияжа. Я вот эти купила недавно, вчера в Таргете от Сони Куш, Сони Кашук. И, ну, они не очень дорогие, но, в общем, я слышала, что некоторые люди говорят, что они очень хорошие. У меня есть кисточки от Morphe, естественно, у меня есть кисточки от It Cosmetics. Разные, и вот я все никак не могу прийти к той идеальной кисточке для, допустим, растушевки, что-то вроде того. Я знаю, что кисточки от Wayna Ghost, они невероятно классные, они прям просто сами тени растушевывают буквально. И, в общем, они очень дорогие. Ну, как дорогие? Не то, что очень дорогие, но они, скажем так, стоят того качества, которое вы получаете. Вот кисточек. Пока что, мне кажется, получается очень даже красиво. И, да, этот оттенок вместе с нашим более светлым оттенком до этого, он дает какой-то такой кирпичный финиш теней. Дальше я хочу взять более темный оттенок, естественно, и нанесем его также в уголок глаза, во внутреннюю часть глаза. Не слишком нажимаем, естественно, на кисточку, чтобы все это не было таким чересчур активным. Вообще, очень-очень это все миленько смотрится. Пигментация, она не слишком прям такая, ух, очень сильная для этих теней. Она настолько идеальная, чтобы вы не сделали никаких ошибок в растушевке. Восхищаешься тем, что хоть эти тени сделаны в Китае, они дают очень хороший, дорогой эффект при нанесении на глаза. Теперь я хочу взять, естественно, ту же самую кисточку и провести этот же самый цвет немножко под глазами. Единственное, что мне смешно очень видеть, это то, что эта палетка, она не выглядит как песочная палетка. Вот честно, это выглядит как, наверное, что-то более фиолетовое, чем, естественно, песочное, потому что, ну, эти оттенки, они имеют в себе какой-то такой красноватый потон. Поспорюсь с тем, что эта палетка может претендовать на звание песочной палетки. Так как я уже начала оформлять ресницы, я нанесла самый темный цвет по всей части. Еще немножко хочу затемнить эту часть конечную глаза. Вот, я возьму этот оттенок, этот идеальный оттенок для внутреннего уголка глаза. Да, то, что нужно. Ребята, к нам опять движется этот шторм. Вчера было так солнечно, так классно, и я не чувствовала, что я хочу записывать видео, просто вот не было энергии, как-то вот, чтобы передать вам вот эту энергию, которая у меня есть, потому что все мы, когда смотрим видео, мы заряжаемся энергией нашего любимого блогера, не так ли? И я думаю, ну, запишу это сегодня. И вот я встала, начала готовиться, и тут я слышу, что гром уже гремит, что что-то, что-то будет сегодня. И вот так каждый раз записываешь видео, и, в общем, какие-то проделки природы случаются. И теперь самое интересное, наверное, из-за чего мы пришли, чтобы посмотреть на эту палетку, это металлики. Металлики, мне кажется, это всегда то, что восхищает нас наиболее, потому что металлики это всегда красиво, это всегда легко, их просто нанес, и уже, в общем, макияж глаз можно считать законченным, красивым, да. Мне кажется, все любят металлики, правильно же? И поэтому мы начнем с красивого цвета клюквы. Я хочу взять этот оттенок и нанести его в эту часть глаза. Нанося его, естественно, на красные тени, такие кирпичные, он выглядит немножко даже красным. И поэтому я хочу взять более красноватый оттенок, именно вот этот вот. О, вау! Реально красиво смотрится, очень блестящий и очень качественно смотрится. Я смешаю, опять же, коричневый оттенок немножко и немножко красного для начала, как мы и начали наш правый глаз или ваш левый. Возможно, даже сюда вниз мы перейдем. Почему нет? Прикольно. Мне кажется, что палитра этих теней в оттенке Sand, в оттенке под названием Sand, вот, она очень будет дополнять карие глаза. Что интересно, я не вижу ни одного фоллаута, то есть я не вижу, чтобы эти оттенки как-то осыпались на мои щеки. Видимо, не эта палетка, поэтому это тоже большой плюс пока что в ее карму. Я хочу взять оттенок вот этот вот коричневатый, бронзовый оттеночек и нанесем его просто в уголок глаза. Вот это действительно песочная, песочная уже тематика проглядывается. Последний штрих будет добавить еще более темного оттенка вот сюда буквально совсем чуть-чуть, потому что я вижу, что в этом есть необходимость. И вот так у нас получилось создать макияж глаз с этой палеткой в оттенке Sand. Эта палетка не оправдывает своего названия, она называется Sand, что в переводе песок, но оттенки, которые я сейчас вижу на своих глазах, это что-то красное, не песочное. Ребята, такой у нас получился образ с использованием палетки от Hood Beauty, ее палетки Sand. Я считаю, что это невероятно красиво. Я не большой любитель таких красноватых кирпичных оттенков, но в этом случае я была в шоке, насколько это все красиво и эффектно получилось. Да, здесь оттенки, которые действительно очень лайтовые, очень светлые, но, боже мой, как красиво смотрится эта растушевка, как красиво смотрятся металлики в этой палетке. Просто невероятно. Попытаюсь с ним немножко посидеть, еще посмотреть, налюбоваться, и мы перейдем уже ко второй палетке, которая называться будет у нас Purple или фиолетовая палеточка. Для нашего второго образа с палеткой Purple я подготовилась конкретно, как вы видите, я уже попыталась воспроизвести то, что я хотела, смотря на эту малышку. На самом деле палетка выглядит очень полетним, я бы сказала даже. Итак, я хочу начать сначала с нашего оттенка самого светлого розоватого, нанесем его на все века. И у меня уже есть, опять же, праймер от Urban Decay, тот же самый. Вообще, эти тени, они достаточно пыльные, сравнивая даже с прошлой палеткой, прошлая палетка не была настолько пыльной. Видите, она пылится. Это не очень круто, но я так понимаю, что фиолетовые оттенки, фиолетовая гамма в палетках, она гораздо более сложна и более сложно сделать, именно такую хорошую, качественную. Хоть это и самый светлый оттенок, он достаточно хорошо показывается на твейке, что круто. Дальше я хочу взять более кисточку маленькую, кисточку бочонок и взять самый светлый оттенок, который находится у нас в середине, чтобы немножко почистить первый наш оттенок, который мы нанесли. Дальше я хочу взять самый темный оттенок из этой палетки, красивый фиолетовый оттенок. Я бы сказала, это похоже на оттенок красного вина, но не совсем, потому что он выглядит гораздо более фиолетовым. И нанесем его на внешний уголок глаза. Очень хорошо пигментированный оттенок, кстати говоря. Он немножко осыпается, совершенно немножко, и разносим его по всему веку. Кстати, эта кисточка, которую я использую, я получила ее однажды в своей Ипси-боксе, бьюти-боксе, и уже использую ее, может быть, сколько, пару лет, и не могу найти ничего лучше этого. Эта кисточка даже без названия, без номера, и она мне очень нравится, это удивительно. Бывает, ты получаешь какие-то кисточки с Алиэкспресса, откуда-то еще, и они гораздо больше ценностей несут, чем любые другие кисточки за, там, гораздо больше денег. Очень даже хорошая растушевка. Это не самый пигментированный фиолетовый, который я когда-либо видела, но это хорошо, потому что у вас не будет проблем с растушевкой, опять же. То есть он не западает никуда, ничего. Тот же самый оттенок темно-фиолетовый мы нанесем на линию роста нижних ресниц. Наверное, затемним еще чуть лучше внутреннего угла глаза. Теперь пришло время спарклов, я хочу взять сначала вот этот красивый фиолетовый глиттер и нанесем его на все веко. Ау, это действительно очень красивый, яркий оттенок фиолетового. Если вы будете использовать спрей, то у вас будет очень хороший, активный оттенок. Мне кажется, это будет идеально для какого-нибудь новогоднего макияжа, что-то вроде того. Дальше я хочу взять более светлый оттенок фиолетового, вот такой красивый, более приглушенный. И нанесу я его, используя вот такую кисточку плоскую, и нанесем его на внутренний уголок глаза. Ау, ничего себе у меня тут. Нанесем его прямо-таки сюда. Дальше у нас имеется очень красивый клюквенный оттенок, вот он здесь. Очень яркий, очень, мне кажется, он смотрится даже ярче всех в этой палетке. Я нанесу его на нижнюю линию роста ресниц, чтобы немножко сделать все это более-менее одинаково выглядящим. С этой формулой вы, скорее всего, точно получите фоллауты, то есть эти тени, особенно спарклы, они будут выпадать на вашу кожу. От этого не деться, потому что это такая формула. И на внутренний угол глаза я хочу нанести этот красивый перламутровый оттенок. В упаковке он может выглядеть и перламутровым, и розовым, смотря как падают лучи солнца или света. Использую ту же самую кисточку, которую мы использовали для наших других розоватых теней. Хочу чуть больше растушевать наши все оттенки, чтобы все это смотрелось гораздо более однородно. И мне на самом деле нравится наш конечный результат, пока еще без ресничек, без подводки, но по первому такому взгляду моему энтузиасту я вижу, что оттенки, они как-то похожи очень на палетку от Urban Decay Ultra Violet. Я, если честно, не брошу любителей фиолетовых оттенков, просто потому что, ну вот как-то не сложилось у меня с ними больше. Я за нюдовые оттенки, больше за что-то такое натуральное. И вот так у нас получилось оформить наши глаза с помощью ресничек, с помощью подводки на водную часть век, водную часть ресниц. И, ребят, я в большом восторге от этих теней. На самом деле мне они так понравились, мне понравилось, как они растушевываются. Мне понравилось, что у них не очень сильно большая пигментация. И это как раз таки то, что я хочу от теней от Hot De Beauty. Да, с этой палеткой нужно немножко быть аккуратнее в плане того, что некоторые оттенки могут опадать. От этого никуда не деться, потому что они очень пигментированные. Это фиолетовые оттенки. Фиолетовые оттенки гораздо сложнее делать, чем любые другие оттенки в принципе. Но это прощаемо, потому что вы получаете такую классную пигментацию. Так классно это все выглядит вместе, что, ну, можно простить. И, в общем, я не думала, если честно, сама, что я когда-то полюблю настолько фиолетовую гамму палеток. Но после этой палетки, наверное, я изменю свое мнение. И, в общем, буду пытаться дальше полюбить такого типа оттенки. Один оттенок, который мне понравился больше всего, наверное, из всей палетки, это будет вот этот оттенок. Розовато-перламутровый. Он очень классно источится, он очень классно вообще на глаза передается. И, конечно же, вот эти вот розовые оттенки, более мягкие, в общем, из этой палетки. Ну и сам фиолетовый главный, так сказать, гость этой палетки, он тоже очень хорош. И проблем не было с розшевкой, поэтому... Да, ребят, дайте мне знать, что вы думаете. Я перейду к нашему следующему образу с палеткой Хаки. И вот это самая последняя палетка Хаки от Хода Бьюти. Я очень ждала в момента попробовать эту палетку. Такой цветовой гаммы, по-моему, у Хода еще не было. У нее обычно что? Фиолетовая, розовая, какой-то постельная. И тут вот это вышло. Вчера я делала обзор на эту палетку. Уже я сделала туториал. И я поняла, что мой макияж получился не таким, каким я хотела бы, чтобы он был. То есть он получился у меня очень сложным. Мне было невероятно сложно растушевывать эти тени почему-то. Это реально удивительно, потому что они... Ну, с ними легко работать, как говорят другие люди. И сегодня я решила сделать немножко другой образ, попробовать ее еще раз. Может быть, все-таки я изменю свое мнение. И эта палетка окажется не такой плохой, какой я ее назвала вчера. Поэтому, да, давайте уже приступим к нашему образу Хаки. Сегодня я хочу сделать, наверное, что-нибудь другое. Но, конечно же, тоже с зелено-коричневой гаммой. И начать я хочу вот с этого красивого розового цвета. Нанесем его на все века. И, в общем, это будет начало нашего макияжа. На моих глазах уже есть праймер от Urban Decay. Опять же, тот же самый. Чего себе. Кстати, иногда ты набираешь кисточкой тени, и они прям очень могут пылиться. Не знаю, от чего это зависит. Может быть, от размера кисточки. И, в общем, наносим это на все наше веко. Это очень красивый такой персиковый цвет. Интересный момент, когда вы свочите этот цвет, он выглядит розоватым. Когда же вы наносите его на веки, он выглядит больше персиковым, чем розовым. Интересно, правда же? Мне определенно нравится, как этот цвет показывает тебя уже на веках. Следующий оттенок я хочу взять вот такой красивый зелено-коричневый оттенок. Он может выглядеть, как будто бы он темно-коричневый, но в нем есть эта зеленца присутствует, конечно, потому что это все-таки палетка Хаки. И давайте нанесем его на зону затемнения. Уу, ничего себе! Очень такой активный и красивый оттенок, определенно. Вы видите, насколько он прям такой хороший, пигментированный. и да, он действительно очень классно подчеркивает карие глаза особенно, мне очень нравится, как у нас получается, даже, по-моему, лучше, чем в прошлый раз, когда я делала первое видео об этой палетке, даже не знаю, хочу ли я растушевывать эту линию, которую мы нанесли сейчас, прям это настолько классно выглядит, я чувствую, что у меня получается такой cat eye макияж, это прям очень красиво смотрит, я не знаю, почему я так раньше не делала, в этой технике, но сейчас мы возьмем вот этот вот как раз таки цвет хаки, за которого называется палетка хаки, нанесем его в внутренний уголок глаза, прикольно, это действительно такой хороший цвет хаки, вот прям настоящий хаки, растушуем, конечно же, так, и немножко подтушуем это все, так, я возьму свою тушевочную кисточку и попытаюсь немножко совсем растушевать наши первые синие темные, хоть им этого не хочется, но немножко Дальше я хочу взять вот такой красивый металлик, он невероятно мокрый, то есть, когда вы пытаетесь его на руку себе взять, он таким показывается красиво Несем его на среднюю часть глаза, такой, знаете, настоящий золотисто-бронзовый оттенок, я бы сказала, но он очень-очень красиво смотрится И также я хочу взять вот немножко этого красивого зеленого оттенка, он так и манит тоже Этот оттенок, он определенно очень хорошо, как вы видите, может опадать на щечки Но он и активнее гораздо, прям он такой настоящий хаки, но он именно металлик На нижней ресничке тоже вот этот вот красивый темно-коричневый, потому что персиковый, он почти не до никакого оттенка, если честно Эти тени, они опадают очень даже хорошо, то есть, это, видимо, такая формула, что чем более пигментированные тени, тем они имеют свойство опадать Но мне кажется, что постельные оттенки, как Sand и Purple, они не так опадали, как палетка хаки Я хочу взять вот этот красивый оттенок, нанести его в уголок глаза Этот оттенок не такой прям супер-классный, как он видится нам, то есть, чтобы мне достать его кисточкой, нужно приложить достаточно большое количество усилий Просто потому что он так спрессован, я не знаю, но это красивый оттенок, но сложный в использовании, скажем так Немножко еще этого темного хаки оттенка под нижнюю ресниц И вот так выглядит мой конечный макияж без ресничек, чтобы вы видели, как это все растушевалось Мне ни разу не понравилась растушевка этой палетки, я подумала, что то, что я подумала вчера о ней, мои первые впечатления оказались, наверное, правильными Сейчас я сделала реснички, и мы уже поговорим больше об этом Надеюсь, вы это видите, ребят, но моя растушевка, она очень грязная Как бы я ни старалась, сколько бы ни старалась растушевать разными кисточками, у меня это не получилось И я не знаю почему Вы можете забросать в меня помидорами и сказать, что ты не умеешь краситься, ты начинающий, ты не знаешь, как пользоваться такими тенями Но у меня в жизни было много теней, и я, ну, ни разу не было у меня такого, чтобы я психовала и думала, что же это за тень и что же за качество Здесь невероятно классные цвета, они очень уникальные, это цвет хаки, это, ну, в общем, уникальные цвета, которые вы можете встретить не в каждой палетке Это холодные цвета, кто не любит холодные цвета, но я не знаю почему, это просто невероятно сложно с ними работать, особенно с более темными цветами Другие палетки из ее коллекции, более светлые, персиковые и фиолетовые, с ними у меня не было проблем вообще никаких И я расстроена, потому что я слышала столько много классных, хороших отзывов об этой палетке Люди просто, ах, Huda Beauty, такая холодная палетка, классно, все берут, все там просто брали и, в общем, делали обзоры на них И я смотрела это все, и я видела, что, ну, это классная палетка, она хорошо ведет себя, но вот у меня почему-то с ней не заладилось Ребят, чтобы вы понимали, я испробовала все свои кисточки, которые у меня только были, чтобы как-то растушевать это более-менее Еще один момент, который вы должны знать, это то, что если вы нанесете этот цвет на веко и, допустим, решите растушевать это все потом То, к сожалению, этот цвет, он как бы не до что залипает, он остается на этой части века, на которую вы нанесли ее И потом, через, допустим, минуту 3-4 его, естественно, будет очень сложно растушевать, потому что он как будто бы спирается в вашу кожу, так сказать Я не знаю, как еще подобрать слово, но он остается там, и потом его почти невозможно уже растушевать Я не знаю, что сказать, потому что я купила эту палетку на свои деньги, и я ожидала чего-то такого прям вау Не то, что я ожидала, наверное, в плане растушевки, поэтому да, ребят, дайте мне знать, что вы думаете Купили ли вы эту палетку, планируете ли вы покупать ее Она классная, и да, кому-то она понравится, кому-то нет Единственный момент, который меня еще немножко смутил, это то, что вот этот шиммер, очень такой красивый, золотисто-желтый Он не имеет в себе пигмента, то есть это как с палеткой Джеффри Стара, когда вы пытаетесь достать пигмент Он здесь супер-минимальный, я так понимаю, это такая, как сказать, так они его положили в палетку, но он, ну, почти не дает пигмента Его очень сложно как-то на руку, в смысле на руку, на веко наложить, чтобы получить эти блестки И вот такой на сегодня был обзор, мы протестировали все три палетки от Huda Beauty Ура, это было очень приятно поработать с ними, с чем-то новеньким Я никогда не пробовала Huda Beauty до этого, и вот это свершилось Если бы спросили меня, какая мне понравилась палетка больше всего, я бы, наверное, сказала, что вот эти две палетки меня почему-то вдохновили, впечатлили больше всего У них наиболее такая носибельная гамма, возможно, не скажешь, что это про фиолетовую палетку, потому что она, ну, такая, скажем так, да, игривая очень Но мне она понравилась, мне определенно понравилось, как она растушевалась, это просто было бомбически очень классно Проблем никаких не возникло, и, в общем, я очень счастлива, что взяла ее Для вот этой палетки Sand я приготовила особую полочку на своей косметической, в своем гардеробе косметическом, потому что мне она понравилась Я считаю, что это те оттенки, которые понравятся любой девушке, ну, более, конечно, светлым цветотипом 10 из 10 я поставила бы этой палетки, потому что она настолько универсальна и хороша И шиммеры, здесь, кстати говоря, они тоже интересные, ну, такие обычные, как коричневатые шиммеры, бронзоватые Но они универсальны, вот, я бы так сказала Эта палетка, я уже сказала только что, что я не знаю, я не знаю, как эта палетка получила столько много хороших очень отзывов Потому что с ней было сложно работать, и, в общем, буду еще пробовать с другим праймером или с чем-то еще Ребята, мне кажется, что мой макияж сегодня не прям супер айс, не прям вау Скажите в комментариях, что вы думаете, потому что, может быть, я слишком накручиваю себя, и у меня он хороший, нормальный Но если присмотреться, то вот эти вот уголки, которые у меня получились при нанесении дымчатых цветов хаки Они у меня, ну, не тушевались никак, то есть, вот, нету этого уровня тушевки, как, допустим, у Диноны Когда ты работаешь с ее тенями, и это просто чик, и все, и тебе макияж готов за три минуты Хороший, гламурный, ну, и все тушуется очень хорошо Буду ждать ваших комментариев, я очень рада, если вы досмотрели это видео до конца Спасибо вам большое Надеюсь, что ваш день проходит так же хорошо, как и всегда Я попыталась показать вам все три палетки Максимальный обзор каждой из них Да, возможно, не каждый макияж у нас был сегодня, каким, знаете, повседневным Но, в общем, иногда почему-то хочется мне сделать такой вот макияж очень праздничный И, в общем, ребят, я с вами буду прощаться Вернее, я не прощаюсь с вами Увидимся совсем скоро Я вас всех очень люблю Подписывайтесь, ставьте лайки Ну, а я, в общем, пошла монтировать свои видео Всем пока Всех целую Всех люблю До встречи